Так, фиксирую разоблачение на себя. Изучаю ситуацию, происходящую с пятеркой Мелшером. Я не Инчегрант. И я вам объясню, что происходит на самом деле. Что случилось? Пятерка Мелшера являются самыми влиятельными людьми на Рурпиче. Почему я так считаю? Это правда. На этой карте мы можем увидеть то, что... Так, это правда. Пятерка Мелшер управляет такими спримерами, как Братишкин. Это что было? Это что было? 2x2 Мозелов, Стинк. А они в свою очередь управляют бустером и у Гуакамоле. А также тиктокершей ЛПшкой. Откуда у меня такие выводы? Да вы сами посмотрите. Начнем с тиктокершей ЛПшки. Лиза специально украла их, чтобы получить чуть-чуть хайпа. Но когда она столкнулась с влиянием пятерки Мелшера, она поняла, что... Не вывезла. ...не вывезет такого. И замолчала. Затем перейдем к бустеру и Гуакамоле. Бустер заслал свои наушники луности пятерки. И что? Он их бил. Он над ними издевался. Бустер подумал то, что давайте еще отправим. Это ли не влияние пятерки на российский бренд? А что с Гуакамоле? Он так же, как и ЛПшкин, захотел нагнать себе чуть-чуть хайпа. И обсирал пятерку Мелшера. Но потом его нашли пятерковские спецслужбы. И он начал показывать... 42, братуха. Это тайный знак, чтобы распознать своих. Это ли не странность? Ну, я скажу вам больше. Помните, как пятерка забанился на Твиче? Братишкин всеми силами пытался помочь ему. И что в итоге? Одно сообщение в Твиттере повлияло больше, чем вся работа Вовы. Так вот мой вердикт. Не поддавайтесь влиянию Кирилла и Игоря. Иначе они... Иначе вы будете участвовать в моих секс-вечеринках, когда у меня будет 50 тысяч подписчиков в приватке. Нам осталось всего ничего, ребята. И вас. Блядь. Тут чуть-чуть осталось реально. Блядь. Реально, да. Блядь, слушай, ну такое разоблачение. Типа просто факты насыпал и все это. И даже как будто бы... Ну типа... Тут нехуй разоблачать.